Как на всё найти время, и как его не потерять? Современные условия диктуют довольно жёсткий ритм жизни. А как в этом ритме и мире живётся женщине? Хватает ли сил и времени на себя? Какие тайны хранит женщина? И готова ли она открыть их? Я попробую это узнать, пообщавшись с героинями проекта. Эти леди всегда в деле. Они успевают всё, находят время и на себя, и на тех, кто им дорог. И формулу счастья и успеха этих женщин я постараюсь найти. Как закалялась эта леди? Какие мотивы руководят женщиной, которая решает связать свою жизнь с политикой, которая сама, как известно, дама весьма непроста? Как сочетается в ней мягкость, женская манкость с железным и твёрдым характером, умением принимать решения? Как удаётся быть и дома, и в политике? С чего начинается её день? На этот вопрос я думала получить ответ. С звонков, переговоров. Несомненно, так может быть, ведь женщина-политик – дело особое. Но тут моя героиня Елена Мокринская резюмирует. Важно успеть всё. Главное – вовремя расставить приоритеты. Начинается всё с завтрака для семьи, всех проводить, кого куда и как, кого в школу, кого на работу. Плюс у меня ещё дома животные. Как говорится, за всеми надо ухаживать, да, всех надо выгулить, всех надо покормить, всех надо приласкать, и потом уже можно спокойно идти. Дом в любом случае сначала, но дом – это не я. То есть, вот, например, проблемы людей, да, они иногда для меня намного важнее, чем мои личные проблемы. С первого дня замужества это пришло и никуда не уходит. Это крайне редко, когда вот я что-то не успеваю сделать, например, завтрак или обед. Это бывает крайне редко, да, но бывает. И то последнее время, когда вот полная загрузка. Так я себе этого позволить не могу. Не важно, что у меня, когда у меня, куда я бегу, что у меня там за вопросы, решения. Я должна то, что я должна сделать, как вот мать и жена, я это должна сделать. И все, это, ну, все, это вот просто правило. Таких правил у моей героини несколько, но это, что называется, железное. Семья для Елены Мокринской – это основа. Ее крепость, опора, гавань. Хотя бывать в этой гавани ей приходится нечасто. Что сделаешь, положение обязывает. Я срываюсь и как-то стараюсь своих семейных, ну, супруга или детей, там, даже если это выходной, как-то стараюсь сказать, что вот, ну, вроде все приготовлено, все это. Вот мне просто очень-очень надо. Мне постоянно куда-то очень-очень надо. Когда я чувствую, что вот ребенку хочется со мной побыть или мне очень хочется побыть, да, то мы можем там с дочкой, например, лечь на диван, я могу слушать ее музыку, мы можем с ней болтать о чем-то там, вот как подруги, да. Выстроить личную жизнь – тоже задача, которую Елена Федоровна смогла, конечно же, решить совместно с супругом. Он поддерживает жену, хотя, по ее собственным словам, бывает это весьма непросто. Мы никогда не ругаемся. Вообще мы никогда не ругаемся. Мы, если не находим понимания в каком-то вопросе, то это для меня самое страшное, потому что мой муж замолкает. Он начинает молчать, и, а я вот со своими эмоциями, мне бы вот если бы поругаться бы, и было бы здорово, вот, и все бы на этом там побить тарелки, как вот, да, ну, все происходит по-другому. Просто закрываются двери, и вот умолчание, и ты начинаешь, опять же, работать над собой. Может быть, и не стоило, а может быть, вот это, а вот это как-то не это, потому что ты же понимаешь, что для тебя важнее, и все равно, как ни крути, ну, семья – это очень важно, это же тоже ответственность за детей, и вообще за семью, семья – ячейка общества, да, и хочется до конца пройти этот путь, до внуков, там, ну, дай бог, там, сколько дома, ну, по крайней мере, вот реализовать себя тоже здесь на самом лучшем уровне. Быть хорошей женой и мамой, вести хозяйство и помогать – эта потребность у моей героини полностью реализуется в ее деле. Быть депутатом – как это, и как понимает свою должность Елена Моклинская. Вот быть хорошим депутатом – это значит не иметь свободного времени, это значит иметь просто железный характер, иметь очень доброе сердце, жертвовать собой ради других, понимаете, и иметь невероятное терпение, просто невероятное. Все из детства, все из детства. Еще один вопрос, который я задавала себе, или даже мысль, которая не давала мне покоя. Быть депутатом, иметь власть, общаться с разными, порой очень разными людьми. Какой же характер нужно иметь, какую выдержку и стремление не сдаваться при самых сложных обстоятельствах. К слову, таких переломных ситуаций, в том числе в карьере, у Елены Моклинской было немало. Так откуда же брались силы? Откуда такой стержень и упорство? Я вообще очень строптивый человек. И очень такая... Я, в принципе, хулиганка, мальчишница. Вот это мои определения. Я всегда была, ну, где-то, да, вот всегда где-то во главе, но со мной всегда рядом были мальчики. У меня, ну, подруг было несколько. И такие мы хулиганистые были, на самом деле. При этом я хорошо училась, я закончила один из классов, я поступила в академию. И, ну, вот, я не такой, вот, знаете, этот тепличный цветок. Это не моя тема. И, в принципе, вообще ничто не предвещало, что я буду каким-то политиком. Вообще я даже никогда об этом не думала. Это по большому счету, ну, я там, хотела быть, там, следователем по уголовным делам, да, там, вот какие-то у меня такие были, там, адвокатом, еще кем-то. Ну, вот такая вот. Но не политика, как бы я даже этим не увлекалась никогда. Но, как говорится, ничего не случается вдруг. Порой судьба ведет нас особыми путями. Вышла замуж, да, родила первого ребенка. Я, вот, вы не поверите, я наслаждалась настолько материнством своим. Я обожала вот свою семью. Мне не надо было, я не хотела никуда на работу, да, там, куда-то бежать. Я, вот, у меня был дом, семья, храм. Мне на все хватало время. Я могла наготовить, я могла погулять, я могла уложить, спать. У меня как-то дети были настолько спокойные, потому что все это было... А вы знаете, это работа. Это все было с молитвой, это все было с такой любовью к ребенку, вот, что, наверное, вот так. Я их, конечно, ну, и до сих пор, да, но вот то время я не забуду никогда. Потом я дочку родила, была еще счастливее, потому что у меня два теперь, вот они такие забавные. И вот здесь началась политика. Вообще политика у меня началась, в принципе, с детской площадки около нашего дома. Заинтригованы. А как, спросите вы, политическая карьера могла начаться с детской площадки. Но тут, как известно, пути Господней неисповедимы. Вот где 14-й лицей, да, там был такой пустырь, заросший. И когда у тебя уже двое детей, да, и, в принципе, тебе надо выходить, они еще уже вылезли из коляски. Тебе же надо, чтобы они где-то поиграли с песочницей. Ну, и, в принципе, где-то надо посидеть, да, чтобы ты же не можешь постоянно там, ну, где-то это надо сделать, а где-то это самый лучший вариант около дома. И я думаю, е-мое, что же у нас ничего нету-то? И тут мама и активная жительница Елена Мокринская приложила все усилия, чтобы обустроенная детская площадка во дворе все-таки появилась. Так ее активная позиция в решении этой проблемы стала первым и очень важным шагом на политическом пути. В ее деле помогают знания, которые моя героиня получает с особым удовольствием и азартом. Желание развиваться профессионально, понимать аспекты депутатской работы. Елене Мокринской помогает образование. В 2001 году она окончила Академию труда и социальных отношений. В 2016 прошла профессиональную переподготовку в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Сегодня она также получает образование на этот раз в сфере экономики. Если ты хочешь, чтобы вот именно ты украсил место и сделал все для него, неважно, откуда ты приехал, ты можешь это сделать. Главное, какие ты цели преследуешь и какие задачи себе ставишь. И самое главное, не говорить, что я – это на первом месте. Я, меня все слушают, и я руковожу. Нет, не может такого быть. Когда это так, то это неправильно. Вот, ну, я так считаю, да, всегда, когда говорят, да, вот одна голова хорошо, две лучше. Есть проблема – собери профессионалов, продумай, как ее решить, и у тебя дело получится. Каждый на своем месте должен делать свое дело. И если вдруг понадобится помощь другу, надо ее просто оказать, потому что ты человек, и мы все братья и сестры по своей, как бы, принадлежности, да, по своей духовной вот этой вот существу по своему. Ну, мы ничем друг от друга не отличаемся. Мы, да, там, ничем просто. Вот, надо уважать, любить друг друга и помогать друг другу в разных вопросах. И все будет здорово. Вот. В принципе, все это настолько просто, что невероятно. Вот, главное – это исполнить. Исполнить себя, себя, главное – вот, дисциплинировать и себе сказать, что я хочу быть таким. Реализация, самодисциплина, смирение своего непокорного нрава. На каких внутренних фронтах, порой оказывается, эта женщина можно даже не увидеть невооруженным, непридирчивым глазом. Я уверена просто, ну, я же понимаю прекрасно, что когда ты работаешь в такой сфере, окружают тебя разные люди, с разными жизненными позициями, с разными убеждениями. Вот есть ли что-то, от чего вас настолько коробит, и чтобы, ну, скажем так, с чем встречаясь, вы, может быть, там, теряетесь, или, может быть, даже плачете от каких-то качеств человеческих, которые вот у вас... И наоборот... Только когда предают. Только от предательства. Я могу потерять голос от предательства близких, или кому я доверяю. Ну, я хотя, в принципе, я со всеми откровенна. Я могу поиграть, но, в принципе, я откровенна со всеми. И, как говорится, да, главное, что не извне идет на тебя, а что от тебя идет. Поэтому, вот, ну, когда тебя, конечно, предают, даже в мелочи, даже вот обычно в таких мелочах предают, ну, вот, становится немного обидно, но, в принципе, я все равно там... Труднее я отошла, простила и забылась. Но иногда просто для меня этот человек становится просто человеком. Я могу с ним здороваться, могу, там, сидеть, чай даже пить, но каких-то вот больше, чем вот это, уже больше не будет. Порой кажется, она может найти общий язык с кем угодно. Она председатель Совета депутатов городского округа Щелково, но она героиня, она леди, порой не железная, и об этом говорит очень откровенно. Вообще для меня не зазорно попросить прощения. У всех я могу попросить прощения. Вот для кого-то бывает, да, там мне говорят, ты что, пойдешь унижаться, или там как-то... Мне все равно. Если это нужно для нормальных отношений, для дела, я могу попросить прощения у кого хочешь. Гордость, тщеславие у каждого человека есть, потому что, ну, мы же не безгрешные, да, и у меня, естественно, есть, но умение, старание, да, увидеть это в себе и усмирить это, вот такие там поступки, они усмиряют. У нас, знаете, была ситуация, вот буквально недавно, когда, ну, у меня отец, да, на биокомбинате, там, пятиэтажки, это все, и вот он мне звонит, прорвало трубу. Трубу прорвало и залило второй этаж и первый. Я вымыла всем полы. Всем, понимаете? Я не буду говорить, кто там живет, это было еще хлеще. Но когда мои друзья приехали вот помочь мне и увидели, что я в чужих квартирах, мой полы, для них это было, ну, как бы они не могли понять, что я делаю. Я говорю, уйдите отсюда, ну, потому что там все равно, я же там родилась, и я там жила, и меня все эти соседи знают, и, ну, вот это вот, ну, вот так я могу сделать, да. Елена Мокринская понимает, должность, которую она занимает, это особая категория, в том числе взаимоотношений, где личное не должно мешать общему, где во главе угла дела, на которое всегда нужно найти время. Для Елены Мокринской счастье быть собой во всем, но и тут есть одно условие – это постоянная, неустанная работа над собой. Мне нравится моя работа, мне вообще нравится делать что-то для людей, потому что, по большому счету, ну, где-то там работая, может быть, даже там юристом, или просто где-то вот сидеть в кабинете, это совсем не моя тема, конечно, вот по динамике, по характеру. У этой леди в деле перед глазами немало разных примеров и жизни, пример родителей, добрых, трудолюбивых людей. Но еще один немаловажный – Галина Брокбельцова, женщина с не менее стальным характером, который закалила Великая Отечественная война. А у моей героини свои фронты. И она мне говорит, ну и чего ты, дорогу осилит идущий, упала, поднялась, переложила винтовку с одного плеча на другое и пошла вперед за победой. Представляете, то есть вот такой настрой. Мне вот эти слова, вообще я часто, да, там, я вспоминаю, или она мне там говорит, сделай, ну, продумай, продумай, сделай два шага вперед и один назад. Как ежедневно понять, да, вот каждый день, ну, сделал ты все там, или не все, или как. Она говорит, вот когда ты себе, ложась спать, продумываешь, что ты сделала, и говоришь, что ты сделала все максимально, что от тебя зависело в этот день, вот тогда ты сделала все. Как закаляется характер, что может сделать одна хрупкая женщина? Да при желании перевернуть мир, ну, или помочь сохранить его. Самое главное, что моя героиня, Елена Мокринская, сильная женщина, которая видит перед собой сложную задачу и подмигивает ей. Редактор субтитров А.Семкин